В последнем месяце осени Луна обновит свой цикл 5 ноября 2021 года в 0.00 часов 15 минут. Новолуние произойдёт созвездие Скорпиона. Вторые лунные сутки — это день, когда нужно снизить свою активность на максимум. В этот день нужно избегать конфликтных ситуаций и держать свои эмоции под контролем. Новолуние 5 ноября 2021 года произойдёт в пятницу. А этому дню покровительствует загадочная Венера. Женщинам и девушкам стоит воздержаться от выполнения тяжёлой работы и посвятить сутки отдыху, балуя себя приятными мелочами. В день Новолуния живые существа на планете находятся под влиянием особого энергетического импульса. Именно поэтому начало нового лунного цикла — это хорошее время для любых новых начинаний. В этот период можно браться за выполнение задач, которые не удавалось решить ранее. Луна в Скорпионе обеспечит заряд творческой энергии. В этот период хорошо даётся интеллектуальный труд. В этот день, если правильно и чётко сформулировать цели или определиться с мечтами, судьба поможет достичь желаемого. Стрижка волос во второй лунный день 5 ноября с 8 часов 12 минут до 9 часов 52 минуты следующих суток укрепит не только волосы, но и общее состояние организма. В этот период можно экспериментировать с длиной и формой прически. Это привлечёт энергию и желание зарабатывать. Денежным станет окрашивание волос натуральными красителями. Хорошо в этот день начинать диету или разгрузочный день. Эти процедуры помогут очистить организм от токсинов и шлаков и укрепить здоровье. Идеальным будет отказ от вредных привычек. Для того, чтобы обновиться вместе с небесным светилом и привнести в свою жизнь благополучие, необходимо избавиться от ненужного хлама и навести порядок в доме. Что же нельзя делать в новолунии? В этот день энергия находится на самом низком уровне. Может проявляться эмоциональная неустойчивость или чувство тревоги и беспокойства. В это время необходимо всячески избегать ссор и скандалов. Если возможно, то лучше провести новолуние в уединении и спокойствии. В новолунии также не стоит проводить хирургические вмешательства, решать важные вопросы, не нужно работать в саду или в огороде, а также не нужно переедать и употреблять алкоголь. В новолунии энергетика пространства обновляется. В этот период нужно прощаться со всем, что мешает вашему развитию. В этот день многие дела будут удачными, а значит, наступает пора активных действий и борьбы за личное счастье. Влияние водного созвездия Скорпиона в этот день будет довольно позитивным. Однако не стоит забывать о том, что новолуние – это время не только активности и обновления, но и осторожности. Положительных моментов в день новолуния будет довольно много. Поэтому этот день можно назвать временем прорыва, когда мечты могут с легкостью воплотиться в реальность. В день новолуния шансы найти вторую половинку, преданных друзей или обзавестись полезными деловыми связями возрастают многократно. Считается, что в этот день можно обрести гармонию в отношениях, а значит, сидеть в четырёх стенах не стоит. Новолуние в знаке Скорпиона увеличивает внутренний потенциал, поэтому так важно прислушиваться к себе и не противиться переменам. Многие люди в этот день почувствуют потребность что-то изменить в своей жизни, найти новый путь и раскрыть спящие способности. Астрологи рекомендуют не пугаться объёмов работ, ведь именно в активной работе раскрываются таланты, о которых человек мог и не подозревать. Физическая активность необходима каждому, ведь благодаря нагрузкам происходит обновление энергетики, получается справиться со стрессом и поддерживать организм в тонусе. Совершенно необязательно стремиться к олимпийским рекордам. В день Новолуния достаточно начать то, что было в планах, заняться бегом, плаванием или зарядкой по утрам. В этот день можно заняться генеральной уборкой. Астрологи рекомендуют избавиться хотя бы от части накопленного хлама, чтобы в доме было уютно и приятно находиться. Под влиянием водного Скорпиона наибольший положительный эффект достигается благодаря влажной уборке, а значит, можно выделить время для мытья полов или протиранию пыли. Новолуния в ноябре — это время прорыва. В этот день мечты могут воплотиться в реальность, если верить в свои силы и не отказываться от преодоления сложностей. В этот день астрологи рекомендуют прислушаться к доводам разума и не идти против системы, чтобы исключить неприятности. Удача в делах ожидает тех, кто откажется от неуместного риска, а также не станет потакать своему желанию отложить важные дела в долгий ящик. Трезвая оценка своих возможностей поможет провести день с пользой для себя, заложить фундамент будущих побед и распрощаться с сомнениями. В целом, этот день будет удачным временем для покупок. Однако в эти сутки есть риск потратить лишнее и купить вещи не первой необходимости. В связи с этим астрологи рекомендуют отказаться от спонтанного шопинга и составить список необходимых приобретений. В этом случае поход в магазин будет не только удачным, но и экономным. Влияние новолуния очень велико, поэтому перепады настроения в такие периоды не редкость. В этот день тревожность может повлечь за собой проблемы в общении, а также стать весомым препятствием на пути к достижению целей. Это значит, что за настроением важно следить и не позволять осенних Андре завладеть своим сознанием. Кроме того, в день новолуния многие обижаются по пустякам. Люди не в силах совладать со своими эмоциями, поэтому очень важно снисходительно относиться к окружению и не позволять себе агрессивных выпадов. Любое астрологическое событие требует повышенного внимания. Осторожность и внимательное отношение к себе будут удачным решением. Не переутомляйтесь и прислушивайтесь к своей интуиции. Внутренний голос вам обязательно поможет избежать любых неурядиц. Новолуние — это особое время, когда магические потоки особенно сильны. Существует множество поверья, ритуалов и примет для того, чтобы качественно изменить свою жизнь, добиться удачи в личных делах, в работе, в торговле и в других сферах. Однако в периоды, когда Луна обновляется, стоит понаблюдать за окружающими изменениями и понять, что сулит грядущий день. Новолуние — это удачное время для любого начинания. Ваши дела идут в гору вместе с растущей Луной, получив импульс от Вселенной. Какие же существуют денежные приметы и поверья в Новолуние? По поверьям в Новолуние необходимо положить в копилку несколько монет со словами «Луна растет, капитал множится». Еще одним способом вырасти свой капитал является купюра, положенная на подоконник в ночного Луния. Положенные на ночь деньги с утра важно потратить на нужды дома и семьи. По поверьям, эти покупки не только сохранят уют, но и привлекут в дом благосостояние. Чтобы не остаться без денежных средств, воздержитесь от одалживания и займа даже небольших сумм. Так вы обезопасите себя от оттока финансов. Переезд Новолуния сулит богатство и счастье на новом месте. Считается, что новой Луне необходимо показать желтую монету, а затем положить ее в кошелек. С ростом Луны, согласно примете, будет расти и ваше материальное состояние. По поверьям, мята и корица привлекают денежное изобилие. В сумерках положите в кошелек эти растения и поместите его на подоконник. В кошельке должны быть деньги любого номинала. Все прибыльные дела и торговлю стоит приурочить к Новолунию. Особый импульс, посылаемый спутником Земли, благотворно повлияет на финансы и поможет укрепить позиции на выбранном поприще. Чтобы деньги в доме не переводились, в ночь Новолуния выйдите на улицу с горстью монет и несколько раз пересыпьте их из одной руки в другую. В стакан с водой опустите монету, оставьте ее на ночь на окне, а с утра умойтесь ею. Так вы сможете привлечь к себе денежное благополучие. Используйте эти знания себе на пользу и верьте в собственные силы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok